Ева Польна Слухи об ориентации Евы начали ходить еще в середине 90-х из-за провокационных текстов. Ее песен особенно скандальны «Беги от меня». В 2001 году Ева совершила каминг-аут и объявила себя бисексуалкой. Несмотря на то, что вся страна обсуждала отношения Евы с женщинами, Польна свободно встречалась с мужчинами и даже стала матерью двух детей. В 2005 году на свет появилась первая дочь Евы – Эвелин. Отцом девочки стал певец Денис Клявер, но пара никогда не жила вместе. Да и узнали об этом поклонники только когда Денис и Ева привели вместе девочку в первый класс. Сегодня они в прекрасных отношениях и Клявер принимает непосредственное участие в воспитании Эвелин. Через два года родилась вторая дочь Амалия. Ее отец-ресторатор Сергей Пельгун, с которым Польна состояла в официальном браке. Несмотря на рождение совместного ребенка, отношения Евы с мужем нельзя было назвать гладкими. И вскоре пара рассталась. Причин для развода было предостаточно. Плотный рабочий график артистки, ее экстравагантное поведение, элементарное взаимное непонимание. В 2008 году слухи о нетрадиционных отношениях певицы получили новую пищу. Анна Плетнева записала песню «Ответ» на композицию «Беги от меня» под названием «Ева». Анна открыто поет повторяющуюся рефреном фразу «Ева, я любила тебя», очевидно, адресованную Польне. И хотя в клипе на песню «История любви» показана как история фанатского преклонения, персонаж певицы смотрит видеоклипы за своим кумиром, подражает ее внешним видам, критики и поклонники все равно уловили провокационный подтекст и очевидный намек на романтическую любовь женщины к женщине. В последнее время Еву часто видят вместе с ее директором и подругой Александрой Манией. Пара появляется вместе на светских мероприятиях, чем подпитывает слухи о том, что между ними нечто большее, чем сотрудничество. По данным некоторых СМИ, женщины даже заключили брак в Нидерландах. Но на этот раз Польна решила ответить и подала в суд на журналистов, которые распространили эту клевету. По ее словам, эти лживые публикации глубоко задели и причинили моральный ущерб как ее самой, так и ее близким. Сегодня доподлинно известно, что Ева живет вместе с своими дочерьми и родителями, которые помогают ей воспитывать девочек, так как часто Польна отсутствует из-за выступлений и гастролей. Амалия с трех лет ходит в танцевальную студию, а вот Эвелин мечтает стать как мама певицы и учится игре на флейте.